Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове прошел традиционный день бега. Новый хоккейный сезон стартует в середине ноября. На лыжной базе прошел праздник, посвященный 30-летию Центра внешкольной работы. День бега прошел в Сарове. Забеги проходили на трех стадионах города – юниоре, икаре и лыжной базе. В мероприятиях участвовали воспитанники детских садов, школ, студенты Саровского государственного физико-технического института, политехнического техникума, медицинского колледжа, военнослужащие и сотрудники предприятий. Спорт – отличный способ справиться с осенней хандрой. День бега Кросснации 2021 на лыжной базе объединил любителей здорового образа жизни. В традиционном спортивном празднике приняли участие воспитанники детских садов, школ, военнослужащие, сотрудники организации города, а также все желающие саровчане. Сегодня мы стартовали с 9 часов утра в разных точках нашего города, на разных спортивных объектах. Это и стадион юниор, и стадионы кар, и лыжная база, и стадионы школьные. Все участники забега получили стартовые номера с эмблемой Кросснации и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Школьники пятых-восьмых классов пробежали дистанцию в два километра. После этого все желающие смогли поиграть на площадках центра внешкольной работы. Несмотря на то, что погода уже осенняя, мы видим, что люди, в принципе, радуются тому, что они вышли на свежий воздух, тому, что они общаются друг с другом, тому, что можно в очередной раз зарядиться энергией. День бега ведет свою историю с 2004 года, и всегда этот праздник – отличный повод получить заряд положительных эмоций и провести время с пользой для тела и духа. За спорт. Спорт – жизнь. Побегать, проверить себя, посоревноваться с другими. Когда ты бежишь, ты ощущаешь себя свободным на некоторые секунды. Поэтому и бегаю. Для меня этот день значит, что можно прогулять уроки, побегать и получить удовольствие. Завершили день бега на лыжной базе студенты города. А на финише все участники получили небольшие сувениры. На лыжной базе прошел праздник, посвященный 30-летию Центра внешкольной работы. Для саровчан работали игровые площадки. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах. Яркие костюмы, ростовые куклы, задорные песни и танцы – так отметил день рождения Центр внешкольной работы. Этой осени он отмечает юбилей – 30 лет. Для жителей города на лыжной базе педагоги и ребята подготовили насыщенную праздничную программу. Мы организуем интерактивные площадки, которые будут работать для горожан. Будет работать сцена, и наши творческие коллективы покажут, на что они способны. Ну и, конечно, одна из целей еще не просто показать себя, но и привлечь еще других ребят, которые еще, может быть, не пришли к нам, но буквально в понедельник побегут в наши клубы. Все желающие смогли сделать футболку своими руками, поучаствовать в турнире по футболу и воркауту, пройти веревочные курсы, а также увидеть концерт творческих объединений. Многих ребят привлек военно-исторический городок клуб «Армир». Мы будем заниматься с ними военно-исторической реконструкцией и ролевыми играми живого действия, и дисциплинами, которые к этому прилагаются. То есть фифтование, стрельба из лука, исторические танцы, ремесленная деятельность, чтобы все это самим уметь делать. 30-летний юбилей – это повод подвести итоги большой работы, подумать о дальнейших планах и целях. За эти 30 лет Центр внешкольной работы уже многое сделал для города и граждан. У нас очень много ребят, которые стали лауреатами международных фестивалей и конкурсов. У нас есть победы в грантовых конкурсах. Кстати, надо сказать, в 2021 году волонтерский отряд «Акбар» получили президентский грант и сейчас реализуют свой проект, который рассчитан на горожан и на их питомцев. За всеми мероприятиями Центра внешкольной работы следите в группе ВКонтакте. Новый хоккейный сезон стартует в середине ноября. В структуре проведения чемпионата произошли изменения. Высшую и первую лиги по хоккею решили объединить в одну. В преддверии новый хоккейный сезон. На этот раз он не обошелся без нововведений и изменений. На совещании коллегия судей приняла решение о новом проекте. Первую и высшую лиги объединили в одну – высшую. Теперь под эгидой высшей лиги будут играть 10 команд Нижегородской области. Первая лига будет автоматом переноситься. В том году было 4-3 лиги. 4 лиги – высшая, первая, вторая и третья. Вот высшую и первую объединили – 10 команд стало, а вторую и третью объединили – стало 17 команд. И, естественно, мы стали под эгидой высшей лиги, а вторая и третья лига стала под эгидой первой лиги. Такие изменения направлены на то, чтобы сделать сезон более увлекательным и насыщенным, повысить интерес болельщиков к областному хоккею. А для игроков – это возможность развить навыки и повысить свой профессиональный уровень. Чемпионаты первенства Нижегородской области будут проходить по круговой системе. Все в два круга. Один из каждой команды сыграешь в два раза. Один раз в дом, один раз на выезде. Потом четыре команды выходят в плей-офф и разыгрывают уже кубок. В полуфинале до двух побед, за третье место до двух побед, в финале до трех. Старт нового хоккейного сезона намечен на середину ноября. Точные даты игр будут известны позже. На стадионе ИКАР состоялся традиционный чемпионат города по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие работники ядерного центра, студенты, профессиональные спортсмены и любители. Прохладная погода не помешала спортсменам выйти на старт чемпионата города по легкой атлетике. Участники состязались на дистанциях 100, 400, 1500 и 3000 метров. Каждый старался правильно разложить силы и показать достойный результат. Всем поздравляю с открытием соревнований. Желаю быстрых секунд. Пусть победит сильнейших. На старт вышли как титулованные спортсмены, так и те, кто просто любит бегать. У каждого участника была своя тактика. Кто-то начинал с низкого старта, чтобы выиграть доли секунд на 100 метровке. Кто-то постепенно наращивал темп на длинных дистанциях, чтобы сохранить силы и обогнать уставших соперников на финишной прямой. Каждый раз мы видим все новые и новые лица. Мы очень рады, что с каждым годом у нас приваляется численность любителей спорта, легкой атлетики и физкультуры. Екатерина Разумкова стала самой юной участницей соревнований. Спортсменка занимается в секции легкой атлетики и решила проверить свои силы на чемпионате города. Несмотря на юный возраст, Екатерина не уступала старшим соперникам и стала призером сразу на двух дистанциях. Я чувствую в дистанциях 100 метров, 400 метров. Мне было проще 100 метров, а сложнее 400 метров. Победители и призеры в соревновании наградили грамотами и подарочными сертификатами. В Нижнем Новгороде прошел открытый ринг на призы Центра единоборств «Болгарь». Наш город представили воспитанники спортивной школы «Икар». Они вернулись домой с тремя золотыми и одной серебряными медалями. Без разминки на ринг не выходить. Такое негласное правило у юного боксера Рамазана Султанова. Перед боем спортсмены разогревают мышцы, настраивают дыхание и разминают суставы. Чтобы подготовить организм к максимальной нагрузке и во время бойни получить травму. Когда разминаешь плечи, там бывает меньше травм и удар у тебя быстрее бывает, техничнее. У Арсения Жирнова большой соревновательный опыт. По словам юноши, на выездных соревнованиях важна не только подготовка, но и поддержка товарищей по команде. Ребята подсказывают спортсмену на ринге и подбадривают в случае неудач. На соревнованиях вся команда кричит имя в углу своего партнера в команде. У меня эмоции, конечно, хорошие. Я победил соперника, который ходил равно, как я. Он ходил так же, как я, четыре года. Все спортсмены уникальны, поэтому каждому нужен индивидуальный подход к тренировкам. Тимофею Блинову больше всего нравится скакалка и спарринги с товарищем по команде Арсением Жирновым. По словам Тимофея, это помогает отработать технику и научиться контролировать эмоции. Скакалка мне нравится, потому что у меня на ней получается прыгать, и она очень сильно хорошо укрепляет ноги. А отработка в парах, потому что я становлюсь в них увереннее. На открытом ринге Центра единоборств «Волгарь» в Нижнем Новгороде с саровским боксером не было равных. Воспитанники спортивной школы «Икар» вернулись домой с тремя золотыми и одной серебряными медалями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова